Данилов Александр Сергеевич, психиатр-психотерапевт. Доклад «Самость и перемены в психодинамике». Уважаемые дамы и господа, я хотел бы после блестящих академических дефиниций Максима Евгеньевича Житко перейти к частностям, к проблемам самости и перемен темы нашего фестиваля и показать на конкретном примере истинность этих посылок, этих идей. Как вы знаете, самость – это то, с чем человек рождается. И где там постепенно, в первые годы жизни, из самости выходит эго, я. Человек не рождается с я, не рождается с эго. И в течение первых лет жизни, ну вот специалисты считают до трех лет жизни, есть какая-то связь между хтомным, почвенным, глубинным, бессознательными силами. В греческой мифологии это титаны, да, которые когда-то были главными на Земле, потом уже возник Олимп, все это шифровано в мифах. И потом, когда формируется я, то эта связь все-таки есть. И вот трагедия человека, как вот мы считаем и мы несем отпечатки этой трагедии, почему наши проблемы, вот обыденные проблемы, социальные проблемы происходят, потому что рвется связь между самостью, уже в русском смысле слова, и я. Хотя и самость, и эго, это входит, собственно, в самость в широком смысле слова. И вот эта связь, она рвется, но воспоминания о ней подспудно присутствуют. И моменты кризисов, моменты потрясений, моменты фрустрации делаются попытки достичь тех особых состояний, попытки восстановить свою самость. По юнгу самость это один из архетипов коллективного бессознательного. Но при помощи этого архетипа индивидуум во время своего созревания, психологическое развитие, оно может длиться несколько десятилетий, он принимает архетипическую роль. Ну, например, шаманки, великой богини, шрицы, или вот старого мудреца, или воина. И самое интересное, что этот процесс неосознаваемый. Дело в том, что когда возникает наше «Я», нет необходимости для развития в социуме поддерживать связь с самостью. Оно автономно, наше «Я», оно планирует, каким мы должны быть. Кто принимает участие, я думаю, вы знаете. Это значимые особые из нашего окружения. Это родители, опекуны, родственники, затем это учителя, наставники, это государственные институты. И вот иногда та модель, которую наше «Я» под влиянием этих значимых особ выбирает, она не совсем устраивает нас в целом. Мы теряем эту целостность. И возникает какая-то безыкома Ильича Мечникова, нашего земляка, дисгармония, дисбаланс. Не зря Лев Толстой интересовался именно этим вопросом, беседеясь приватно с Ильичем Мечниковым. И вот эта дисгармония, какое-то смутное ощущение, что все не так. Но оно отражено чуткими наблюдателями, представителями художественными творчествами. Я помню скандальное происшествие Робер Миндейля по Пристле, экранизированное в виде телевизионного фильма. Преусправивающий бизнесмен смотрит, вдруг на витрину, видит там игрушки, а он должен идти на работу, у него деловые встречи, и вдруг его как бы осиняет, зачем все это? И он начинает вести, с точки зрения трезвого смысла, неадекватное. Да? Зачем? Почему? Этот момент, я обращаю ваше внимание, очень важен, потому что гений Юнга заключается в том, что он сказал, что не только наше я, наше эго детерминирует, как мы должны дальше развиваться, что мы должны делать завтра, что мы должны делать здесь, на этом фестивале, на своей карьере. Но Юнг сказал, что само самость тоже может изменить наш жизненный путь, независимо от нашего сознания. Юнг даже подчеркивал, что рано или поздно человек неизбежно, но если не будет каких-то чрезвычайных происшествий, вернется на ту колею, которая детерминирована. Он не уйдет от своей судьбы. И часто, когда бывают потрясения индивидуум через алкоголизацию, через употребление наркотиков, через перегрессию, как это говорят, к старым батернам поведения в процессе его прежнего развития, либо желание слиться с какой-то средой, которая от себя, ну, не совсем идентифицирует, как зрелая личность. Вот это попытка уйти и соединиться к самости. И показательно, чтобы еще раз проиллюстрировать этот тезис, я бы хотел обратиться к примеру художественного творчества и личности у художника. Это Льва Николаевича Толстого. Я обращаю ваше внимание на первый взгляд, как несколько схематичный рассказ «Отец Сергий», где молодой аристократ, князь Степан Касацкий, в религиозном военном учреждении учится и посещает император Николай I. И когда обращают внимание на этого талантливого курсанта, молодой император спрашивает «Что бы ты хотел, князь?» Он сказал «Умереть за ваше величество, с обожанием смотрит на любимого императора». Потом, когда он хочет жениться, через несколько лет узнает, что его невеста уступила сексуальным домогательством Николая I. Первое. Настолько его потрясло, и его потряс не сам факт измены. Вот глубже, вот через схему Льва Толстого проскальзывает жесткая весьма идея. Не случайно Льва Толстого не заботился о качестве этого рассказа. Как отделан, как вот буквально такая неповторимая работа качества Романа Анна Горениной. Да? В «Отец Сергея» этого нет. Почему же? Это не случайно. Я вам это покажу. Потому что тут идея, которая мучила самого Толстого, и он как бы моделировал при помощи явления смещения на своего героя, как это потом повлияло на самого Толстого. Мы сейчас проследим. И вот это потрясение заставило пытливого князя Касацкого искать новые пути. Он подстригается в монахе и становится отцом Сергием. Живет в обители. И его страстность, его вот эта какая-то необъяснимая энергия, вот именно эта его самость, он примеривает на себя другую маску, роль святого, отшельника. К нему приходят люди, он исцеляет, он известная фигура, о нем становится известно следующему императору, уже императору Александру, то есть его отобряют. Но Толстой, который не случайно ставил в свое творчество мотив срывания всех пасок, не случайно этот вопрос, мучил Толстого. Советская критика представляла Толстого как социального критика. Это не совсем так. Это подмена. Вот именно освобождение от всех этих масок, это мучительные поиски самого автора. И вот его герой, пока что еще герой, Степан Касацкий, становится святым. Его искушают. Он преодолевает искушение, если вы смотрели фильм, экранизирован Сергеем Барлянчиком, который сыграл этого персонажа. Он отсекает палец, чтобы противостоять искушению соблазнительной женщины, которая к нему приезжает. Ее это так потрясает, что она тоже обращается вот в монастырь, вот там идет к вере, вот там это показано. Но и он этим недоволен. И вот как-то случается, что он согрешил с одной девушкой во время приема в своей обители. И не то, чтобы он согрешил, уступил влечению, а тут был протест таким способом его греха. Он уходит из обители и становится странником. Перед этим он посещает свою сестру и видит, как его сестра аристократка живет в божестве, в бедности и находит какие-то духовные силы отдавать себе для семью. И он думает, как же она, слабая женщина, может, а вот я. И вот это его странничество, это подвижное, это старинная традиция христианской культуры, в том числе и православия. У Льва Толстого показано странствие отца Сергия, бывшего отца Сергия. И вот показан на распути. Вот рассказ как бы не совсем законченный. Что же происходило? Офицер Толстой, недовольный военной карьерой, 34 года оставляет военную службу и женится на Софье Берс. Он счастлив, он живет в семейной жизни, но его не устраивают рамки земли. Он начинает искать хтомные корни среди народа. Вот этот народнический такой экскурс Толстого, он одевается так же, как окружающий народ. Он косит сено вместе с крестьянами. Следующий персонаж Левин и Занны Каренина их, это сам автор. И чувствуется его огромное влияние на всю страну и на весь мир. За толстым, за толстым снаряжением следит весь мир. Устраивает ли его это? До пори до времени. Не устраивает это его тоже в конце. И в конце то, что трактуется как выходку. Граф Толстой на 82-м году жизни уходит из своего имения, уходит странником, беря с собой доктора Маговицкого, начинает странствовать. И так училась трагедия. И реальность, конечно, не позволила осуществить эту идею. Но сам факт, то, что Толстой не мог жить, вот то, что он хотел воссоединиться именно с неизмеримо чем-то большим. Раскальзывается ли это в его творчестве? Да, без спорта. И первый чутко уловил Иван Гунин в своем знаменитом эссе «Освобождение Толстого». Князь Андрей слышал пение Наташи. Страшная противоположность между чем-то большим, не объяснимо, великим и тем малым, в которое вмещалось с этой великой, этой интересной оболочкой, Данила и в то же время радовало его. И вот это, как сообщает Бодин, противоположность все время Данила, Льва Толстого с момента его раннего развития и был не случайно, был гений. Он искал, и он как странник пал на этом пути, как рыцарь из Эльдорада, стихотворение Эдгар Бо. И вот это воссоединение с самостью происходит у некоторых мятущихся натур. И в нашей обыденной жизни бизнесмен Хьюга из нашумевшего романа 50-х годов в Англии Айрис Мердок под сетью бросает свои фабрики, свои заводы, свое состояние, отказывается от всего и уходит жить в бедный квартал Лондона. Вот этот пример он постоянно мучит европейскую и не только европейскую мировую интеллигенцию, отказ от всего ненужного, ведь не случайно у Толстого было сорвание всех масок, показать, что человек современным языком ценен как представитель рода, показать родовое существо человека, это понятие есть у Гегеля человек как представитель рода, он не скажем там человек определенной профессии, определенных навыков, он просто человек и насколько его своеобразие человеческое выступает, вот именно самость, она определяет его уникальность, у каждого самость уникальна. И вот в разных школах психотерапии, да и философских тоже практиках, эзотерических, духовных практиках делается попытка, как мне представляется, иногда не совсем осознаваемая, глубинная попытка, не только устранить какую-то проблему, а вот воссоединить гармонию своих тех ролей, тех дорог, которые мы выбираем, да, у нас несколько ролей, роль семьянина, роль знакомого, роль представителя какой-то профессии, роль прохожего, роль слушателя, роль лектора, и вот когда эти роли, понимается относительность этих ролей, и идет попытка воссоединиться своим истинным я, через разного рода, конечно, специальные техники и практики, но насколько мы успешны в этих попытках изменить себя, вот этот фатум, который неизбежно толкает нас общество, окружение, что мы должны именно этим путем идти, а не другим. Дело в том, что у Юнга в очереди наряду с его терапевтическим оптимизмом звучали пессимистические тенденции, он говорил, что все то, что происходит, вот эти демоны, они как бы сами могут толкать нас на перемены, и мы этого не осознаваем. к сожалению, этот процесс часто бессознательный, но догадываться о том, что он есть, принять, что мы нечто большее, чем собой представляем, или самим себе кажемся, это уже большое дело, это уже путь к переменам, и вот тогда, как мне представляется, происходит счастливая возможность, это детерминанту перемен, которые часто наша самость неумолима, у Сократа это даймоний, демон, у Батлера это тоже стихотворение «мой демон», который толкает нас на необъяснимые поступки, противоречивые, и вот когда мы соединяем это уже с сознательным нашим «я», пытаемся наладить вот этот утраченный мост, когда-то мы оторвались от самости, самость, и вот эти перемены идут двояко, они идут из глубины, и в то же время мы сами как-то вот тоже регулируем, идем им навстречу, и по-моему, это было бы, конечно, замечательное равновесие, и чего тут больше, психологии, философии, или педагогики, или исканий души, религиозных, других исканий, трудно сказать, как известно, на вершину ведут несколько троп, но все они ведут на вершину, и эти перемены, они отражены во всех шедеврах, бестселлерах современных, вспомните «Чайку» по имени Джонатан Ливингстон, вспомните «Данте», потрясающая, до конца неизучена божественная комедия, когда герой Данте путешествует под земелья, ад, честилище, и встречает там свою возлюбленную Беатричи, и прячется от ее укоризненного, опаляющего взгляда, он понимает, что никаких оправданий быть не может, и там есть такие строки «Напрасно я во снах к тебе называла». Он боится этого взгляда, и это потрясло Нобелевского лариата Томаса Стерн Солиота, и он написал следующее «Я глаз во сне опасаюсь, эти глаза солнечно-светно разбитые колонны, дрожащие ветви, а голоса торжественнее и отдаленнее, чем гаснущая звезда. Да не приближусь, да умижусь представлен нарчитой печиной крысиной одежки в шкурке в вронье в поле на двух шестах воробьям на страх. Только не это, только не это последняя встреча в призрачном царстве смерти, ибо там его и Данте понимает вот эту тайну, вот эту глубинную тайну, иначе как самость это не назовешь. И соприкосновение с тем у зрелого человека, что у него есть нечто, над чем он не властен, но к чему он стремится, порою является шоком. И нужно быть чутким по отношению к самим себе. И я желаю вам не только познать самого себя, но и прочувствовать самого себя. Не зря сейчас говорят во всех странах уже последние пять лет о эмоциональной интеллигенции, что не только разум, что не только логос, как говорили в предыдущем докладе, но и наша эмоциональная составляющая порой помогает нам в обретении связи с самостью, когда эти перемены попытаются вернуть нас в эту идиллию, в этот первобытный рай, в этот идем, из которого когда-то человек был изгнан. И кто знает, какие испытания еще нас ожидают на этом пути, но я желаю вам удачи, а завтра, точнее, в понедельник на своем мастер-классе после обеда я буду проводить гипноз в этом зале и гипнотические практики, я бы хотел показать вот именно не только обычные вещи, которые показывают на подобного рода представлениях, а именно дать почувствовать желающим их самость и глубинность самость в обычном состоянии сознания. Итак, первая часть закончена, перерыв на двое суток. Спасибо. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ